Что ты стоишь и не гладишь лису? Лису, говорит, надо гладить и кормить. Гладить и кормить, кормить и гладить. И любить, да. Единственное, что бесполезно делать с данной лисой, это звать. Я отвечаю, это совсем... А он глухой. У него же инсульт случился в месяц. Вот, да, это он голову закидывает, а то он так гладится своеобразно. Пузо у лисы тоже гладится. Лиса вообще гладится вся. Вся лиса гладится. Гладь меня полностью. Да, все, глаза поплыли. Кванты люди, которых он видит в первый раз. Похрен вообще. Руки есть? Чесать можете? Пойдет. Прям живая иллюстрация. Потому что мы заставляем контактировать с людьми. Это сладкий нос. Да, нос у нас сладкий. Не-не-не, я просто траву убираю. Ты запутался в траве, да, высокой? На участке трава кошеная, А сюда мы не ходили, мы только от клещей обработались. И лапы заплетаются. Если посмотреть, он носом ориентируется. Глаза слепит, ну, за счет того, что они голубые, да, уши как бы не слышат. Поэтому у него все зашибись. Он ходит носом, очень смешно. То есть его это никак не беспокоит, просто это именно разница в манере... В манере поведения, да, она явная. Ну, квант! Ну, это может напрягать только меня, а ему это совершенно безразлично, да? А у него все хорошо, слушай! Пылесос у головы пылесосит. Ты что, что-то вообще не повод просыпаться? А челюсть защелкала, говорит, ешчо, ешчо! Любите полностью лису! Следующий пришел, говорит, следующие руки меня еще не гладили. Котопес. Вот он реально котопес. Так голову. Но голову это тоже последствия инсульта в плане того, что нормальное животное не может ее так закинуть, у него мешают мышцы. А у него центральная мышца, которую должен не давать. Она слабая, поэтому он с удовольствием складывает голову себе на спину и ему зашибись. Ну, то есть, мы же понимаем, что ему не выживать в природе, да? А, грубо говоря, дома это все не имеет никакого значения, не доставляет ему никакого дискомфорта. То есть я рассказываю, потому что это выглядит странно, ну, что это ненормально, да, действительно, этого не должно быть. Но конкретно в данном случае, ну, просто как факт, этого не должно быть, оно есть. Вот. Что есть, тем и живем. В конце концов, месяц вытащить после инсульта шансы были не так и велики. Если все проблемы, что у нас остались, это складывание башки на спину. И то контролируемое, да? Оно же неконтролируемое, а вот он как хочет, складывает, не хочет, не складывает. И отсутствие слуха, то, в принципе, можно считать, что мы вообще-то хорошо справились. Да, в принципе, грех жаловаться. С ним очень сильно играть, он начнет играть, а зубы острые, то есть до крови он не кусает, но будет хватать и дурачиться. Да, так еще молочные, там такие иголки. Как гладить и знакомиться? а все здесь ускорить час? Нет, да. Не гладить и знакомиться можно до бесконечности. Так у вас, да, час и пролетит. Какой красавчик. Нет, в какой-то момент с вами начнут, конечно, играть. Пойдемте такая, вот туда вот красивенько сядем. Да, ты вспомнил, что у тебя есть мать? Нет, скажешь, в принципе, они тоже сойдут. Идем. Тогда лапами к себе прижимаем, прижимаем лапами к себе, не роняем лису даже на лапы. Да. Настолько оно да. Вот, прижимаем и держим, да. Вот, да. Ему нужна опора, потому что он не уверен немножко. Не-не-не, держим, держим. Потому что если он решит прыгнуть с этой высоты, он может удариться. Держим, верно? Да. Ну, все. А, он не страдает, он разговаривает. Я ласкова. У меня кот тоже так крикит, поэтому я говорю, что он страдает. Такое щенячье пыхтение. Я запущу. Ну, тогда поставьте. Вот. А где, говорит, еще дают? Я дала. Говорит, а еще дают? Нет, еще дают. Незаметно, что даже я не заметила. Дают тем, кто сидит на руках, а не просто так, да. А что ты пришел? Садимся к дереву. Садимся к дереву, да, ща и кванта добавим. Друзачка, я отвлекла, что вы такие бодрые. А он говорит, а я понял, что это как-то было связано с девушкой, но не понял, как конкретно. Вот так они привыкают позировать. Страшно. Стойте, потому что он очень депрессивный, я боюсь, что я его не знаю. Не, на самом деле, просто если держим, то держим, не роняем, не даем спрыгивать, потому что, ну, он не соизмеряет высоту. Не, ну, взрослая лиса спрыгнет, он не взрослая лиса, он дурачок. Да? Ну, садитесь, куда поставить, я подам, да. Все, люди все в лисе, да. Мама, смотри, скажи, мама, зачем они меня глядят? Дай поесть. Красавчик. Ты совушка, а не лиса, все с тобой понятно. Ну, он такая, да. Сова-лиса. Играть. Играть, да, тоже хорошо было бы, скажи. Чешем лису, любим лису, лису чешем и любим, любим и чешем, да, любим и чешем лису за всех сил. Машкин. Очень вкусно, прекрасно. На ручки пойдем? Нет, мы пойдем? Ну, здрасте. Что думать на кораблях? А кто отпихивается? Лесе будет совсем чуть-чуть, но мы идем с Лесей после Квантика работать. Телефон просто сейчас садит. Идем. На минутку-две я вам сниму и Лесе. Пошли. У нас тоже есть яблоки. И не гнилые, в отличие от этого. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем от яблок. Красотка вся. Надвижи. С ее шеломились, кто первый в ошейник нырнет. Но взяла Лесе, с ней работать легче. Я на наш портал пока с Квантиком работала. Пойдем. Пошли. еще одно яблоко. А мы с тобой мышкуем, мышкуем не с тобой. Пошли. Женщина, бегущая строго против солнца. Да? Да? Не, гладь не буду. Я наклоняться лишний раз не в состоянии. Знает, куда идем. Так она все знает. У нее даже сомнений нет, куда она идет. Скажи, а что рука пустая? А что там у вас стырить есть? А что, говорят, стырить есть? А... Да. Я поэтому прям к теле с телефоном бы к ней так не наклонялась. Телефон был... Я его, конечно, потом заберу, но насколько он будет рабочий, не знаю. Отлично. Нички. Нички.